здравствуйте сегодня в нашем ролике мы поговорим о таком препарате как янтарная кислота янтарная кислота недавно совсем получил такую большую популярность хотя многие ею пользуются очень давно янтарная кислота это натуральный продукт это продукт переработки янтаря это такой вот порошкообразный белый продукт на вкус как похож на лимонную кислоту и еще раз повторюсь так как это натуральный продукт он совершенно безвреден для растений для животных и может употребляться даже и человеком но сегодня мы поговорим чем янтарная кислота полезна для растений во первых это мощный стимулятор иммунитета растений а здоровые растения с хорошим иммунитетом сами справляются и с нашествием вредителей и заболеваниями во вторых янтарная кислота повышает стрессоустойчивость у растений в открытом грунте в нашем саду растение очень часто попадают стрессовую ситуацию то дождем зальют то солнцем засушит то еще какие-то катаклизмы и вот чтобы иммунитет не ослаблялся и растение не страдала от там после того как она попала в стрессовую ситуацию обработка янтарной кислотой поможет им со всем вот это справиться это еще и стимулятор корнеобразования если поливать растение янтарной кислотой то она быстро наращивает корневую систему это вещество нормализует микрофлору в почве то есть почве почвенные микроорганизмы которые политы янтарной кислотой будут лучше размножаться и почва будет рыхлой и более питательной для растений это вещество помогает избавиться от излишнего азота и излишних нитратов и токсичных веществ которые накапливаются в растении и обрабатывает растение янтарной кислотой мы получим более здоровый более качественный урожай как же применять янтарная кислота ну во-первых ею можно опрыскивать растение ей обрызгивают не плодовое растение ей опрыскивают томаты томаты опрыскивают три раза первый раз перед цветением и два раза после цветения комнатные растения об не только опрыскивать сной поливаются янтарной кислотой потому что в горшке в замкнутом пространстве конечно микро флор может погибнуть а янтарная кислотой и улучшит и плюс тому же у комнатного растения, будет развиваться мощная корневая система, а это улучшит питание растения. Янтарная кислота помогает усваивать те питательные вещества, которые находятся в почве. То есть янтарную кислоту можно применять не просто, но и в сочетании с удобрением, и с ее помощью растение лучше усвоить питательные вещества из земли. Янтарную кислоту очень легко приготовить. Два грамма кислоты растворяют в литре воды, а потом вот этот раствор доводят до 10 литров. Получается такой 0,02% раствор, который нужно использовать сразу же. Если янтарная кислота простоит более трех дней, то вещества, которые в ней находятся, начинают распадаться на простые вещества, и она теряет свои свойства. Перед посадкой корневую систему растений можно замочить в янтарной кислоте. После посадки вновь посажено растение, можно болеть янтарной кислотой, и тогда растение лучше, быстрее приживется, оно легче перенесет стресс, и растение быстрее пойдет в рост. Янтарная кислота применяется также для замачивания черенков. Когда вы начеренковали что-то, замочили в янтарной кислоте, и ваш череночек быстрее даст корни. Янтарная кислота применяется для стимуляции всходов, для пробуждения семян. Перед посевом замочите семена в янтарной кислоте, получите более быстрые и более дружные всходы. Вот такая сила таится в таком маленьком порошке, как янтарная кислота. Если забыли о том, что я говорила, то все это можно будет прочитать в аннотации, которая обязательно должна прилагаться янтарной кислотой. Вот здесь и нормы, здесь и способы применения. Надеюсь, наши советы помогут вам правильно применять янтарную кислоту, улучшить цветение и внешний вид комнатных растений, а также улучшить иммунитет и вообще всю жизнедеятельность растений от этого грунта.